Чинь-чинь-чинь-чинь-чинь! Хочу немножечко молочком. О, бананы, мороженое, ленинника. А вот молочко. Нет, я не такое хочу. Вон она, моя бутылочка. Сейчас попью. О, что это такое? Ничего себе! Откуда столько молока? Кто же его сюда доставил? Летой юникорн, не разбрасывайся молочком. Аккуратно. И это молоко не трогай. Почему? А для кого оно? Его я купила специально для наших котят. Понятно? У нас на крыше очень много котят. И я решила купить им молочко, чтобы их накормить. И что-то мне подсказывает, что эти котята с крыши уже спрятались в этих бутылочках из-под молока. Что? Не может быть такого. Очень даже может быть. Давайте проверим, какие нам попадутся котята вот в таких вот сюрпризиках, похожих на бутылочку из-под молока. Открываем. О, здесь белое-прибелое молочко. Достаем его. О, голубенький сюрприз пакетик. И какой-то красный с голубенькими глазками веселый котенок. Его зовут Денджер Маги. Посмотрите в небо, что вы видите? Это птица? Это самолет? Нет, это Денджер Маги. Котенок, который любит встречать своих друзей приземлением сверху. Он очень любит опасность и мечтает стать каскадером, чтобы сниматься в голливудских боевиках. Посмотрим, что еще есть в этом пластилине. Все, больше ничего. А чтобы он не засох, положим его обратно в бутылочку. И можно даже приклеить наклейку на эту бутылочку. Сейчас мы будем знать, что мы нашли нашего Денджер Маги здесь. Откроем следующую бутылочку, список для коллекционера и опять белое молоко, посмотрим, здесь тоже без аксессуаров и голубенький сюрприз пакетик, ой, а это кто? С трубой, этого котенка зовут Чичи Квин, несмотря на то, что Чичи Квин очень счастливый котенок, он любит играть в блюз, ему нравится изучать новую музыку, очень расстраивается, когда заканчивается мелодия или туна, рыбка, и его девиз, если нет слов, можно поведать мелодией, а еще ему хочется научиться играть на другом горне, посложнее, и также приклеим наклеечку, проверим третью бутылочку, крышечка и еще одна, опять белое молочко, сюрпризик, в котором, ребятки, кто это такой хорошенький, наполовину розовый, наполовину фиолетовый, ой, нет, он полностью розовый и у него фиолетовые пятнышки на глазике, на двух ножках и, кажется, хвостики, а этот котенок очень любит поспать, я не сплю, ой, нет, нет, не выключайте телевизор, ведь Ян его смотрит, это просто кажется, что она закрыла глаза, она просто использует все свои моргулики сейчас, чтобы потом не закрывать глазки и смотреть какое-нибудь интересное соревнование, и нет, нет, она не спит, она просто наслаждается теплой комнатой, мягким одеялом на ее маленьких лапках и музыкой, которая идет из соседней комнаты, и так ей нравятся поздние ночи, и не нравится, когда котята ей говорят, что она храпит, обожает печеньки с арахистовым маслом, а также любит смотреть мяу-фильмы, слушать медленную музыку и давать своим глазкам отдыхать, ее девиз, а также она мечтает стать ведущей вечернего шоу, молочко обратно и наклеечку на место, котенок Ян, четвертая бутылочка, А здесь клубничное молочко, ну-ка, 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 и зеленый котенок с фиолетовыми пятнышками на лапке и на ушке, что это он делает, кажется, он играет в какую-то игру, и этого симпопулешного котенка зовут Стив, я выберу эту, I pick this one, все больше и больше мы знакомимся с этими симпатичными котятами, наклеечку, и последняя бутылочка, с каким интересным молочком и котенком, Опять белая, классно-классно-классно, вот он, смотри, пакетик, что случилось с этим котенком, и вообще это котенок или ежик? Этого котенка зовут Кринкл Пламп, у него есть целая история, который так же, как и остальные, затерялся в молоке, белом, сосочка и наклеечка. Один за лондри, я сделала лондри. Вот, ребят, каких симпатичных котят я нашла в этих бутылочках, и истории о них я узнала вот в таком вот коллекционном гиде, который написала Мэгги Фишер. В этом гиде, ребята, есть история про каждого котенка. Если вам попался какой-то котенок, вы можете подробнее узнать о нем вот в такой вот книжечке. В конце этой книжки есть еще немного постеров со смешными котятами. Дай мне лиду, гимми фудс. Вот такой постер, и еще огромный постер для настоящих коллекционеров. Не знаю, продается ли такой коллекционный гид в России, но я для продавцов игрушек в описании оставлю контакты тех, кто этим занимается. Ничего себе, а я и не знала про этих котят. Какие они веселенькие? Да, очень веселые и милые. И что это на ней такое? Такое вязкое и противное. Сюрприз! Фу, а это что? Здесь все, вся раковина в слизи. Что это такое? Откуда она здесь взялась? Кто здесь развлекался? Мяу! Черная кошка? Зайчик? Хомячок? А что это за утро? Что? Почему унитаз грязный? Хм! Кто-то здесь нахулиганил. Надо взвеситься на весах. Подожди, подожди, смотри, здесь грязно. О, точно. Что за слизь? Фу. Ладно, я пойду в душ. О, и душевая тоже вся отрадительно грязная. Кто это забавлялся в нашей ванной? Секрет. Я понятия не имею. Кто-то даже пользовался моей зубной щеткой. Хе-хе-хе. Кто-кто? Вот кто! Посмотрите, какие появились новые создания от Пупси. Они называются Спаркли Критерс. Блестящие создания. И созданы они компанией, которая придумала куколок Лол. Ну да-да, и питомцев. И их основной особенностью, как и у остальных куколок Лол и питомцев, является то, что они могут плеваться или ходить в туалет. После того, как его накормишь настоящим слаймом. Прямо как у единорожек Пупси. Тянем, подтянем. А так она еще более переливающаяся. Открывается вот здесь. О, три пакетика, которые украшают наш слайм. Магия единорога. Порошок, который делает слайм мерцающим. И порошок, который делает его блестящим. Идем дальше. О, а здесь что такое? Так. Ха, фанта? Ой, только написано фарта. От слова фарт. Пукать. И это, похоже, на шприц. Хм, посмотрим, для чего он. Дальше. Еще пакетик. А внутри? Ха, лейзи. Не чипсы лейз. Похоже на чипсы лейз, только ленивый. И ложечка-мешалка. С единорогом наверху. Это только пародия, она никак не связана с правообладателем. Ага. Возможно, у нас слайм будет со вкусом барбекю. Это трубочка. Угу. А шприц это просто, чтобы вдавливать. Получается, это его собственная газировочка, а не шприц. И эти милые и немножечко агрессивные питомцы бывают обычными, редкими и ультраредкими. Некоторые из них живут в лесу. Некоторые любят ходить на дискотеку. Какие-то из них обитают в райских местах. Прям как единорожка Старлайт. Какие-то в океане. Ууу. Некоторые из них любят рано вставать. А некоторые вкусненько поесть. И Рейнбоу Брайт в вторых числе. Ой, мне интересно, кто же нам попадется? Вот здесь, кажется, питомец. Открываем. О, это дракоша с такими длинными ресницами. И рук у него золотистый. Какая симпатяшка. Хвостик с шипами. Коготочки переливающиеся белые. И сам он весь такой перламутровый. Вообще питомец сделан очень аккуратненько. И личико у него милое, с большими глазами. Прям как у куколок Лол. И зовут его Синдж. Как указано в инструкции, порошок для создания слайма находится уже внутри. Этого питомца. Надо его всего лишь накормить и проверить. А сам слайм выйдет или отсюда, или он может им покакать. Только в том случае, если у него есть отверстие. Но здесь отверстия нет. Значит, скорее всего, он им будет плеваться. Но прежде чем мы это проверим, давайте посмотрим, какой питомец попался вот в этой баночке. Я думаю, как и мне, вам очень интересно. Стрелочка. Порошки для того, чтобы украсить слайм. И здесь в первом пакетике газировочка. И это кока-кола со вкусом вишни. Ммм, обожаю кока-колу. Но очень редко пью. А здесь также инструкция. Списочек коллекционера. И, скорее всего, ложечка. Да, и она тоже золотистого цвета. И пакетик для того, чтобы положить сюда слайм. О, пупитос. Со вкусом сыра. Так какой же питомец нам попался. Вот в этом огромный пакетик. И этот дракош у нас был ультраредким. Видите, в списочке он идет вот с таким вот ромбиком. Ультраредкий. И проверим, кто же здесь. Тоже с золотистым рогом. Ой, кажется, это пандочка. Хи, маленькая пандочка. Тоже с такими же длиннющими ресницами, как у наших единорожек пупси. И у него отверстие. Есть сзади. Значит, наверное, слайм выходит вот отсюда. Его зовут Бамбу, потому что он очень любит лазить по бамбуквым деревьям. И он, ребята, обычный. Ну что, ребятки, если вы готовы, то поехали изготавливать слаймы. Нам нужен стакан с водичкой. Газировку, шприц. И заполнить ее водой до самого конца. Мы взяли фарту, а значит мы будем кормить нашего ультраредкого дракончика. Уберем сосочку. А, у него еще какие клыки. И накормим. Все. Наелся? Ага. Теперь сосочку обратно. И нам нужно потрясти одну минутку. Вот так. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Он должен на нас плеваться. И посмотрим, что у него выходит. О, еще не готово. Надо подождать. А, нет, нам не надо ждать, ребятки. Нам надо сразу вылить эту жидкость на какой-нибудь подносик написано. О, он уже превращается в слайм. Видите, он густеет. Густеет. А питомец плюется. А густеет он в течение 10-15 минут. За это время мы накормим нашу пандочку кока-колой. Набираем водичку. Оп. Хоп. И накормим пандочку с длинными фиолетовыми ресничками. И кушаем, 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 кушаем. Кушай, кушай, кушай. О, смотрите, уже выливается. Он будет зеленого цвета. И наш слайм. Поэтому быстренько закрываем и трясем одну минутку. Ну, а теперь самое интересное. Достаем этот слаймик. Предварительно очень жидкий. И он будет из него вытекать. И-и-и-и. И-и-и. Зелененький слаймик. Пока он жидкий. А вот розовый слаймик уже, посмотрите, загустел. Если проверить ложечкой зинорога, видно, что он уже такой вязкий-вязкий. И как раз с него начнем украшать наш слаймик. Сделаем его мерцающим. О, какие бордовые блестки. Видите? Ах, красота. Сразу добавим блестки единорога. Ах, а это сердечки. Тоже бордовенькие, такие фиолетово-бордовые. И-и-и. Ну-ка. Ах, красота. Но чего-то не хватает. Конечно же, магии. Магии единорога. И в наш слаймик. Посмотрим, что получится. Ах, красота. Пока обычная кашица, которая становится все больше и больше похожей на слайм. По-моему, его уже можно достать. О, смотрите. Вот он какой получился. Получился слаймик от ультраредкого дракончика. Блестящего создания. Хотя у него блестящий только рог. Но зато он делает блестящие слаймики. О, красота. Посмотрим, какой получится зеленый слаймик. Здесь уже попало два сердечка. Можем их аккуратненько убрать. И так же, как и предыдущий. Но почему-то я, кажется, потеряла третий пакетик. Или его не было. Здесь у нас есть магия единорога. И мерцающий блеск. И все. Давайте их как раз и добавим. Магия. В наш зеленый слайм. И мерцающий блеск. О, какой он красивый зелененький. Ах, мне нравится. Теперь все это перемешиваем. Перемешиваем, перемешиваем. Перемешиваем, перемешиваем. Пока какая-то непонятная масса. Давайте мы его возьмем. И посмотрим поближе. И посильнее перемешаем. Достаточно блестящий, мерцающий, симпатичный зеленый слаймик. Мне так нравится, что их можно делать просто из воды. Ты кормишь этих созданий. И они тебе изготавливают вот такие вот слаймы. Зеленого цвета. Или фиолетового. Сердечками. Их потом можно сложить вот в эти пакетики. Но мне хочется, как мы обычно делаем с потапом, просто их перемешать. И посмотреть, что получится. Конечно, по чуть-чуть я оставлю. Вот так чуть-чуть. И чуть-чуть. Вот так. А какая, интересно, получится смесь. Мешаем, мешаем. О, интересненько. Необычно. О, хи. Вот такой вот бежевый слайм, если их перемешать. Теперь у нас три разных вида. Бежевый, фиолетовый с сердечками и зеленый с блестками. Два симпатичных слайма в пакетиках от чипсов. Пупитус или Лейзи. Со вкусом барбекю. Но барбекю он не пахнет. Потому что так и написано. Это Бикью Пуп. Какашечка Бикью. Ну а меня все равно интересует один вопрос. Как же они оказались в чужой ванной? Перчинка, может ты знаешь? Эх, неа. А кто тогда знает? Мы, мы, мы. Мы, мы, мы. Мы, мы, мы. Мы, мы. Ага. Кто это вы такие? Мы, мы, мы. И почему вы такие чумазые? Вас надо срочно помыть. Мы, 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 мы. Не переживайте. Я знаю где. Здесь есть хороший летний дом. Там никто не живет. Пойдемте со мной. Пойдемте. Мы, мы, мы. Идите, идите сюда. Молодец. Мойся, мойся, мойся. Ой, ой, ой. Ой. О, и ты молодец. Занимайся, занимайся. Вот у них зубные щетки. И зубная паста. Можешь потом почистить зубки. Ах, как нехорошо Перчинка. Разве можно так делать? Пользоваться чужими зубными пастами, зубной пастой и вообще чужой ванной? Мне можно. А ну не задумайте